Комиссия по расследованию причин аварии с участием бешеного трамвая была создана в день происшествия. В нее вошли представители Усть-Катавского вагоностроительного завода, Пермгора электротранса, специалисты городского департамента дорог и транспорта, а также компании, отвечающие за наладку автоматики в трамвае. Но за четыре минувших недели работы точную причину аварии установить не удалось. За этот период были проведены тестовые испытания и оценка самого технического состояния вагона. К сожалению, мы вынуждены констатировать тот факт, что действительно технические исправности в вагоне были. Однако по результатам работы комиссии по состоянию на сегодняшний день, окончательных результатов и выводов сделать не представляется возможным. Установлено, что вагон был выпущен на линию с одним неработающим рельсовым тормозом. Всего в вагоне их четыре. Также, по заключению экспертов, в аварийной ситуации неправильно действовал персонал Горэлектротранса. Ошибки в действиях водителя были. Были ошибки в действиях ремонтно-восстановительной бригады, которая непосредственно прибыла по вызову. Кроме этого, в ходе оценки деятельности ремонтных служб непосредственно отслуживающего депо установлены факты некачественной работы при техническом обслуживании данного вагона. С другой стороны, эксперты заявляют, что все вышеупомянутое не могло привести к полной потере управления трамваем. Комиссия приняла решение собрать вагон и провести его диагностику на ходу. Тестирование будет производиться в условиях строжайшей безопасности. На первом этапе это будет вообще на территории непосредственно депо. То есть трамвай на улице города выезжать не будет. Там будут работать специалисты с подключением необходимого диагностического оборудования. Точная причина трамвайного бешенства станет известна после обработки всех полученных данных. Полные результаты расследования должны озвучить к 10 августа. Андрей Сидорчуков, Антон Шибанов, Александр Кробостов. Телевизионная служба новостей.